что-то комментировать слов как бы уже и нет красота облака под нами здесь вот такое вот солнце пейзажи конечно первозданные вот эти вот высокогорные сосны это нужно видеть что-либо комментировать здесь сложно можно только любоваться потихоньку спускаемся виднеется в тумане хребет по которому пламите вниз словарный запас закончился никаких комментариев просто потихоньку смотрим и вот спустившись в зону облачности сразу поймал момент на тумане он отражается это гала и брокенский призрак даже на таком расстоянии интересно стало почему деревьев такой тени цветной нету вокруг человека такая аура такая в принципе я думал что максимум что сегодня будет это вот в таком тумане походить а тут на тебе боженького такой подарок преподнес такую погоду такие виды да конечно прикольно так в тумане туманы плюс солнце еще сколько за один день говорю сегодня так изменилось у нас разных и погодных явлений видели и температур вообще красота просто красотища нежданчик такой не планировал сейчас через меня проходят облака кажется просто такой влага идет на самом деле это облака ну а что касательно воздуха то таким воздухом на дышаться просто нереально вот дышишь и хочется дышать настолько мощно за глазами вроде бы вижу а что снимает камера не вижу солнце конечно заслепляет но движение воздуха и вот эти вот цветные радужные такие не знаю слова не подберу короче чем ниже тем плотнее туман становится ну это и понятно поскольку когда поднимался чем выше тем он плотнее то же самое происходит когда я спускаюсь были над облаками теперь вот окаменелости на турле это кстати первый и единственный за весь день сегодня крокус так и сто процентов вот я знаю там за углом сейчас будет брокенский призрак сто процентов будет так слабенько конечно слабенько но есть солнце опять ушло кстати никогда не ходил под турлой не смотрел что здесь здесь такой скальный навес смотрю так даже кострище какое-то дальше тоже интересно но могут вернее они уже где-то рядом отвесные скалы сегодня вроде уже насмотрелся всякой красоты и солнечной яркой и туманной чего ты это сюда еще лезть сам себе вопрос задаю ладно будем выбираться так времени осталось только для спуска это это поторопиться поскольку стемнеет и там ноги ломать на скалах тоже не прикольно будет даже не верится что каких-то там 20 минут там полчаса назад мы были на солнечной поляне видели как плывут облака не надо никаких таймлапсов само с такой скоростью летит теперь вот попали вот такое вот белое холодное еще и темные вдобавок дальше вообще такой плотняк вообще ничего не видно скала вот прямо передо мной то есть буквально несколько сколько десятка метров пару тройку вообще не видно ничего в общем одним словом а такой вот лес не просто загадочный такой сонный а сказочный просто сказочный тишина идеальная стоит ну передать эту тишину конечно сложно но тем не менее конечно красотища но заблудиться что два пальца об асфальт если незнакомая местность если ходите не часто вот в такую погоду нужно либо и конечно нежелательно в одиночку либо gps track писать либо знать местность поскольку на скальниках очень очень легко ушуршать потеряться без проблем без проблем потому что там знатоки рассказывают там да как там вниз иди не тут так никак не ну и плюс один из хороших навыков это все-таки поглядывать на время говорят в горах в горах время как бы теряет смысл но в зимний период времени день намного короче поэтому грубо говоря через час уже стемнеет за это время нужно выйти в лес где уже есть дороги чтобы в потемках не ломать ноги на скал и повторюсь что эти рекомендации я даю для тех кто ходит не часто для новичков для тех кто новичков для тех кто физически не сильно подготовлен для таких выходов те кто ходит походники те знают те разберутся вот это для тех кто увидел да вот красиво там хочу и пошел а потом проблему чего и естественно физическая нагрузка будет при таких подъемах потому что уклон большой вот километраж это тоже не 5 километров пройти в общем нужно учитывать учитывать все данные возможен ли такой поход для тебя или нет но это я говорю индивидуально если кто-то там мылится и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok